За минувшую неделю в Сарапуле зарегистрировано 197 нарушений правил дорожного движения. Зарегистрировано 14 фактов дорожно-транспортного происшествия. Выявлен один факт управления транспортным средством с поддельным полисом ОСАГО. За прошедшую неделю в МВД России в Сарапульске поступило 492 сообщения от граждан. Сотрудниками отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков был задержан 44-летний ранее судимый местный житель, который оборудовал тайниковые закладки с целью дальнейшего сбыта. В ходе проведения оперативных мероприятий было выявлено 9 тайниковых закладок общей массой 2,47 грамма, что является крупным размером. По результатам экспертизы данное вещество метадон является наркотическим. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконное хранение и сбыт наркотических веществ». Задержанный пояснил, что данные тайниковые закладки оборудовал с целью дальнейшего сбыта дистанционным способом. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Зарегистрирован случай мошенничества. Так, 9 октября мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, пояснил, что в данный момент на него оформляется кредит, на что мужчина ответил отрицательно. Начал давить на то, что, если вы сейчас не будете с нами сотрудничать, все-таки кредит на вас запишется. В итоге их действий я уже попался на крючок и выполнял все их рекомендации, то есть указания к действию. Подкупило в голосе то, что уверенно, четко. Они упираются на то, что вы ни с кем не должны связываться, пока идет служебная проверка. Ущерб составил 550 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158. Кража с банковской карты. Межмуниципальное отдел МВД России Сарапульский просит граждан проявлять повышенную бдительность в отношении подобных звонков. Сотрудники банка, правоохранного блока или телефонных операторов никогда не просят граждан переводить денежные средства на якобы безопасные счета. В случае получения подобного звонка прервите разговор и перезвоните на горячую линию своего банка строго по номеру и телефону, который указан на обороте вашей карты. Если в отношении вас произошло подобное преступление, сообщите об этом в дежурную часть ближайшего отдела полиции.